Халло-халло! Привет всем дорогим подписчикам! Привет всем, кто изучает немецкий язык! Друзья, сегодня тема отель. Возьмём сегодня нужные слова, которые вам пригодятся, если вы планируете путешествие и уже выбрали отель. Сначала нам нужно его бухен. Бухен – это забронировать. Бухен. Их habe ein Hotel gebucht. Дальше. Что мы ещё делаем в отеле? Нам нужно переночевать. Сам глагол переночевать – это übernachten. Через ночь. И переночевать. Само слово существительное – это die übernachtung. Ночёвка. Давайте разберём, какие категории имеет отель. Во-первых, отель может иметь пять звёзд. Конечно, это VIP, luxury, luxurious. Fünf sterne. Sternne – это звёздочка. Fünf sterne hotel. Hat natürlich übernachtung und frühstück inclusive. Also noch einmal. В пятизвёздочном отеле, естественно, в стоимость входит и переночевка, сам ночлег, и плюс ещё завтрак. То есть это halbpension, как полупансион. Halbpension. Halb у нас уже было, мы пол второго время называли. Если вы берёте не весь тортик, а только половинку, тогда ein halbe torte. Но это просто, чтобы вы запомнили, полупансион имеется под этим словом значение переночёвка и плюс завтрак. Может быть, в некоторых курортных отелях там может быть all inclusive. Это по-английски, по-немецки будет voll inclusive. То есть voll pension. Lone – это и завтрак, и обед, и ужин. Итак, пятизвёздочный отель. Fünf sterne hotel. Fünf sterne – это пятизвёздочный. Ну и, соответственно, по убыванию. Fünf sterne, drei sterne. Если у отеля нет звёздочек, тогда это хостел. Хостел – это более дешёвый вид ночлега, да, то есть там, где мы можем за недорого остановиться, переночевать. У хостела есть ещё синоним, и это Jugendherrberg. Jugend, как бы молодёжная Jugendherrberg – это тоже хостел, только там ещё дешевле. В основном, как бы, рассчитано для молодёжи, которые вообще дёшево-дёшево, лишь бы ночью где-то прийти, можно было бы переночевать. И там, может быть, иногда в комнате две, три, пять двухэтажных кроватей, то есть вообще прям очень дёшево. Конечно же, никакого завтрака, ничего там нет. Так. Когда мы арендуем, снимаем квартиру, да, то есть это как посуточное жильё, апартамент по-русски. И точно так же мы можем там übernachten. Также ещё есть ferienwohnung. Ferienwohnung – очень распространённый вид ночлега в тех регионах, где люди живут зимой, допустим, и на лето они переезжают в маленькие квартирки, и своё жильё на время каникул они точно так же сдают в аренду. Ferienwohnung – помним этот глагол «сдавать» у нас был в теме жилья. Sie ferienwohnung – zum ferienwohnung. Да, то есть in der Ferienwohnung – во время каникул. В Крыму, в горах или наоборот, в горах, если это лыжный сезон, то есть жители живут постоянно в своём доме, и потом на время каникул, конечно, курортный сезон или лыжный сезон приносит им прибыль. Поэтому Ferienwohnung – können sie auch mit in. Обычно это вообще вот просто со всеми личными даже вещами, картинами, вазочками, подсвечниками, вот всё, что там есть, это всё сдаётся. Возвращаясь к отелю, можно также вспомнить два слова, которые будут характеризовать. Так нам одноместный номер нужен, или если вы с кем-то не один, тогда это двухместный. Один человек, Einzel, то есть комната на одного, Einzelzimmer. Одноместный номер, комната на Einzel, Einzelkind. Если у вас нет geschwista, тогда вы тоже как бы одиночное, вот такое своё положение. Один ребёнок в семье – это Einzelkind. Ну, а мы сегодня говорим про комнату, поэтому Einzel, как раз вы запомните слово, про Einzelzimmer – одноместный номер. Двухместный номер будет называться Doppelzimmer. Doppel – как двойной, double по-английски – Doppelzimmer. В отеле нам нужно заполнить формуляр. Ich fühle ein Formular aus. Ausfühlen. Если вы кого-то просите, заполните, пожалуйста, формуляр. Тогда просьба будет звучать. Fühlen Sie bitte das Formular aus. Надеюсь, что вам понадобятся эти слова, поэтому обязательно их запомните. Ну и, конечно же, если вы учите немецкий, не забудьте подписаться на мой канал. Здесь вы найдёте очень много разных тем, кучу грамматических разборов. И присоединяйтесь к онлайн-обучению. Каждого первого числа, в начало месяца стартует новая группа. А1, А2, Б1. Я вас за ручку проведу к тесту. Мы выучим всё самое основное. Вы разложите по полочкам кучу-кучу лексики, грамматики. Это всё, естественно, отфильтрованный материал по полочкам. Поэтому присоединяйтесь к обучению. Ставьте лайк этому видео. До следующих встреч. Tschüss, auf Wiedersehen.